рад вас приветствовать на своем youtube канале весь рассказываю про разъемку видеосъемки различные путешествия также если смотрите этот выпуск здесь рассказываю про новости новости сферы аэрофото видеофото всего что связано так или иначе с видео съемкой с техникой с оборудованием с каким-то новинками с кими-то новостями законами обновление по вот все что плюс-минус связано с этой темой будет в этом выпуске так что не проходите мимо присаживайтесь поудобнее и мы готовы начинать и первая новость диджай выпустила обновление для своих новых микрофончиков диджай майк 2 программное обеспечение для лучшей стабильности добавления новых функций вчера мне приехала эта коробочка с этими новыми микрофончиками сейчас звук шук ростки на них в целом от предыдущей версии сами микрофоник поменялись не сильно но как и всегда добавили некоторые функции опции возможности для того чтобы сделать их еще лучше сравнению с предыдущими и потестируем проверим как на них пишет звук и я вообще раньше не думал не знал даже о том что вот такие вот петлички которые просто записывают свой звук могут обновляться на них можно загружать новое по обновления и с ними с этими по могут появляться какие-то новые функции возможности указывается их можно подключать к ноуту закидывать файл отсоединяешь и он автоматически обновляет то так вот вчера приехали микрофончики их потестировал попробовал увидел новость о том что вышло обновление зашел на сайт скачал и добавились некоторые функции типа автоматического включения автоматической записи звука при работе в общем такие некоторые нюансики которые в целом на качестве сигнала качество самого звука не влияют но добавлять некий функционал еще одна функция которую хотелось бы рассказать про эти новые микрофончики это то что не появилась функция шумоподавления типа такой искусственный интеллект который вырезает твой голос выбирает все остальные ненужные звуки давайте ради интереса протестируем как он работает сейчас он работает стандартном режиме включаем фен я надеюсь сейчас добавили какие-то шумы на нашем голосе включили функцию активного шумоподавления и надеюсь что сейчас все новые маркетинговые рекламные компании диджай где говорят что звук удаляет остается только голос что она реально работает выключаем и потом уже на монтаже и вы выпустили вы сможете протестировать работают ли эти микрофоны так как джай о них рассказывал джай выпустили новую прошивку для своей камеры джай osmo pocket 3 и теперь в этом обновлении при записи есть возможность удалить файл не сохраняя его себе на флешку для многих это было проблемно что это была сложность когда ты записал конец файл он тебе не нужен нужно заходить в хранилище удалять от его чистить все не знают так делает обычно все записывать нужно монтаже на отборе всех кадров удалять лишние файлы но диджай ты он как у вас может теперь при записи при удерживании кнопки если тебе файл который ты записал мне понравился ты можешь свайпнуть и просто удалить этот файл не сохраняя его на флешку возможно кому-то это будет удобно но повторюсь что обычно все смотрю на монтаже идем дальше компания octopus выпустила новую карманную камеру для пиви дронов и если раньше очень многие пиви пилотом использовали go прошки либо же если это необходимо снять более качественный материал там использовали рэды либо еще какие-то камеры которого маленького форм-фактора имеет возможность хорошей записи в себя то сейчас вот вышла камера с возможностью записи в себя 12 битный трав видео и также на рекордер может писать до 16 бит то есть офигенный классный инструмент для записи каких-либо пролеток на дроне когда ты не хочешь использовать go прошку потому что но gopro это один все-таки формат хочет использовать кинокамеру и вот здесь вполне неплохое решение да естественно это весит больше чем gopros к но тем не менее меньше чем red так что думаю что теперь у в пиви пилотов будет возможность снимать более качественные более красивые детализированные кадры снятые на пиви дроны sony alpha 1 получит новое обновление и обновление не будет связано как там найти предыдущие обновление когда sony выпускает какой-то новую прошивку на свои камеры и там загружаешь и по факту в описании написано что это будет просто пофиксена улучшена работоспособность вашей камеры и на этом как бы все и одно из главных пунктов трубы добавлено с этим обновлением это возможно записи видео 8к 30 кадров в этом их специальном кодеке который есть только у дорогущей камеры sony burrano которая стоит 25 тысяч долларов возможность записи вот это 8к 30 кадров в 800 мегабит секунду то есть тебе не нужен будет там огромный жесткий диск сейчас есть в целом флешки которые позволяют записывать такой объем данных прям в себя в камеру поэтому с помощью этого выхода нового обновления появится возможность не использовать какие-то внешние рекордеры atomos ниндзя и прочее описать прямо на флешку в свою камеру 8к 30 кадров секунду то есть блин это офигенное разрешение для того чтобы записывать просто на маленькую беззиркальную камеру кайф компания здесь представил 6 новых объективов для камер sony с такими фокусами растений как 18 метров 24 35 50 75 и 100 миллиметров диафрагмой т 1.5 почему говорю именно диафрагма т.5 1.5 потому что это кино объективы специально разработаны для кинокамер и у них фокусное расстояние измеряется не в f стопах а в т стопах это более четкое правильное измерение света который проходит через линзу здесь выпустила прям полную линейку для того чтобы при покупке всей линейки ты мог покрывать все любые фокусные расстояния и при этом тебя будет хороший светочувствительность и ты сможешь снимать абсолютно все свои задачи будут покрываться этими объективами круто здорово классно кайфую от того что постоянно выходит новое нас там продаж не есть комплект объективов но в любом случае когда ты покупаешь ни одну линзу не 2 не 3 а вот именно комплектом который покрывает фокусное расстояние снимаешь все свои проекты только на эти объективы ты знаешь у тебя картинка будет везде одинаково у тебя не будет каких-то перепадов в фокусном расстоянии тебя не будет каких-то искажений когда-то минать бывают большие проекты где тебе нужно разные объективы разные камеры использовать плюс эти объективы имеет хорошую защиту от неблагоприятных условий дать там дождь пыль и грязь чтобы можно было использовать везде всегда и при любых обстоятельствах не только в россии вводят запреты на использование дронов так и в вас вега сейчас во время суперкубка закрывают воздушное пространство над частью некоторых регионов потому что очень часто последнее время дроны нарушать воздушное пространство влетают запретные зоны и чтобы с этим бороться начинают вводить различные такие ограничения за которых нельзя летать и все это опять же связано с тем что кто-то не знает законы кто-то нарушает их из-за таких вот ребят которые часто пренебрегать правилами безопасности использования дронов возятся различные запреты когда бы ты хотел полетать где-то но из-за какого-то дурака дебила который летал для тебя велитесь запрет поэтому ты здесь полетать не может поэтому ребят давайте не нарушать стараться придерживаться правил тех законодательств которые есть в стране где вы летаете потому что хочется летать свободно и не думать о том что где-то кто-то летает косячит потом из-за какого-то дебила закрывает все небо в антаркти начинают испытания автономных дронов для экологических исследований как я говорил ранее очень часто сейчас использую трона для различных целей возможностей где-то контролируют перекрестки на улице где-то делают исследования воды анализы забирают много в целом в мире их где используют так и транспортировка патрон где-то развивается и совершенствуется компания под названием винс край ультра пришли в антарктику и тестируют свои новые беспилотные аппараты такой большой дрон который может перевозить до 100 килограмм груза и летать на расстоянии до 1000 километров и при этом использоваться в очень жестких и сложных условиях полетов я всегда радуюсь тому что какие-то новые ученые новые исследования новые решения применяют дроны в различных таких сферах узконаправленных не просто что там логистика и они доставляют все а здесь использование конкретно в определенной местности где дуют сильные ветра где сильные морозы при этом они сделали это дрон максимально ремонтно способным что есть потом было меньше разных деталей можно было в случае какой-то поломки быстро разобрать собрать дроны будут использованы для исследования метеорологической разведки хотят сделать такую зону в которой можно будет отслеживать погоду такие как этом град дождь ветер на конкретно определенном участке отмертам до 1 километра раньше таких возможностей не было и все прогнозы погоды вроде как делаются с обновлением там раз в три-четыре дня и имеют такой довольно таки большую площадь там 40 50 километров что где-то вы в этой площади там может быть дочь в этой площади может быть не быть даже сейчас помощью дронов хотят сделать такую систему чтобы дроны летали собирали информацию по погоде и вплоть до километра то есть может понять в какой части там твоего города есть дождь где какая погода где какие условия вы более конкретные более точно можно было описывать ситуацию данную систему хотят начать использовать в пенсильване и посмотрим докуда он дойдет и вообще найдет ли применение в реальной нашей жизни я думаю многие знакомы с объектива малого 24 миллиметра который снимает просто дичайшие макро он такой длинный можно опускать под воду сводь в разные дырки есть своя подсветка на этом объективе сейчас вышел подобный объектив от компании астреори который имеет плюс-минус те самые возможности у него есть такой перископ от ваш объектив смотрит не вперед а в болг либо в одну сторону либо другую то есть вы его можете разворачивать в ту сторону куда вы хотите например вы хотите опустить объектив куда-нибудь вниз под воду и при этом чтобы он смотрел туда окей такая возможность есть и за счет того что у него трубка там 18 сантиметров вроде бы которую можно сувать еще куда угодно она защищена от пыли влаги и воды и прочего являетесь как очень классная возможность потестировать и поднять какие-то необычные ракурсы у меня есть объектив лова и я думал когда его буду брать что буду много снимать много играться с макро снимать различные мелкие детали но по факту я снялся наверно пару проектов и отложил в ящик уже долгий ящик потому что в целом сейчас не так много проектов связанные с тем чтобы можно было использовать этот объектив целом игрушка классно для каких-то проектов офигенно использование макро потому что он фокусируется на 0 5 миллиметров а за счет того что этот новый объектив еще имеет увеличение 2x то есть вы можете прям очень крупно снимать какие-либо детали объекты если вы не слышали о подобных объективов загуглите вам понравится самолет midnight от компании archer авиатор перешел ко второй фазе испытаний компания занимается созданием робот-такси и там воздушного такси на как угодно можно назвать самолета машины который будет поднимать людей воздух и доставлять на другую часть города компания провела первые свои испытания дальше государство пропускать ее к второй фазе испытаний где она уже будет летать и собирать также информацию 3 фазе они уже начнут делать логистические перевозки людей с одной точки на другую максимальная скорость у данного аппарата 240 километров в час может передвигаться на расстоянии до 160 километров довольно таки быстро и далеко можно доставить группу людей будет ли это использовано в дальнейшем как вот такси будущего до который мы все там слышим где-то в разных новостях ну я не знаю в этом году будет очень много разных тестирований много разных разработок которые будут постепенно выходить на рынок и заполнять наше воздушное пространство теперь вайфай сигнал может передаваться на три километра прошлых выпусках мы разговаривали о том что вышли новые камеры которые имеют возможность работать по вайфаю на расстоянии там до трех километров сейчас же вышел роутер который может передавать вайфай на три километра максимальная скорость у этого роутера соль там 32 мегабайта не сильно большая но подумайте просто на двух километрах он раздает 7 5 мегабит в секунду на расстоянии трех километров до одного мегабайта в секунду этой скорости будет хватать для того чтобы там сделать звонок забыть и в интернет ответить на какую-нибудь почту три километра это огромное расстояние пример у вас есть какой-то огромный сад двор участок лес на что угодно вы поставили один этот вайфай роутер расставили по периметру камеры которые не надо там подключать не проводу не к сети не к интернету они могут записывать там в себя и работать без подзарядки два-три месяца сейчас такие тоже есть и вы просто покрывать огромную площадь одним вайфай роутер несколькими камер не протягивая все эти провода и все прочее как это было раньше эта технология найдет применение в будущем и будет только расширяться и покрывать больше зону есть люди которые скажут что вайфай сигнал вреден плох что он негативно действовать на людей тем более 3 километра если такие будет стоять несколько они будут вообще покрывать огромную площадь а этот сигнал очень хорошо проходит через здание стены и все прочее поэтому уверен что найдется группа людей которые будут негативно относиться к этой новости то вообще думаете вы по поводу воздействия различных вайфай сигналов bluetooth всего нашего окружения на организм человека очень интересно кстати ваши комментарии потому что я считаю ну есть и есть я от этого никак избавиться не могу ограничить тоже не могу современный мир он такой что вайфай 5g 4g эти сети сети они будут тесно контактировать с цивилизованным развитым миром и от этого никуда не уйти ну и завершение хочу рассказать немножко про нашу онлайн-школу академия рассъемки там мы обучаем как пилотов дронов начиная от первого запуска дрона то создание полноценных кадров ваших работ так и тех ребят кто не имеет дрона но хочет на научиться красиво обрабатывать свои снимки создать вертикальные видео при этом без разницы добыть шорты видео тик ток века видео без разницы главное научиться создавать красиво обрабатывать возможно на этом кто-то захочет зарабатывать то есть об этом всем рассказано в наших курсах кому интересно ссылочка будет доступна под описанием к этому видео всем пока пока увидимся через неделю